я надеюсь многие из вас следят за деятельностью центробанка российской федерации сберегательного банка российской федерации потому что это большие финансовые инструменты которые являются государство образующими особенно центральный банк и на этом фоне очень интересны бывают некоторые события я пару лет тому назад сообщал о том что набиульна сбежала в америку почему-то некоторые зрители которые не понимают русского языка не владеют нормами русского языка посчитали что если она сбежала туда то это навсегда на самом деле слово сбежала обозначает вовсе не навсегда а сбежала вернулась опять сбежала опять вернулась или ее вернули поэтому когда я говорил о набиулиной что она сбежала то это было на тот момент когда она сбежала да она отсутствовал тогда около трех месяцев как мне сказали работники банков и как это было видно из информационного поля. Причем в Америке она точно была, потому что она делала в тот момент соответствующий доклад там, по-моему, в Нью-Йорке. Естественно, после этого ролика, который набрал сразу, по-моему, два с половиной миллиона просмотров, и тогда целая бурная система возгласов была во всем интернете, все не верили, что она куда-то сбежала, хотя все ее видели по телевизору в Нью-Йорке, и для них это как бы один дом, что у нас Россия, что Нью-Йорк там, и что она, директор, руководитель Центрального банка Российской Федерации, делает какие-то доклады в Нью-Йорке, бросив свою вотчину здесь. Я еще раз говорю, это было, по-моему, два с половиной, три с половиной месяца, все это продлилось, потом она вернулась, и ее показали почти что свеженькой на каком-то заседании правительства, и с тех пор ее из России не выпускают. По моим данным, у Эльвира Набиольной какие-то проблемы с пересечением границ, скажем так, ну, может быть, сама не хочет. А вот прошлой осенью многие из вас, наверное, пропустили эти сюжеты по телевизору, когда российское телевидение, много каналов, первый канал, второй, по-моему, я сейчас уже не помню точно, но федеральные каналы, федеральные имеются в виду, включая, по-моему, ТНТ, они показали такой интересный сюжет. Я помню просто вот эти глаза ведущего одной из телевизионных компаний, когда он просто вот с такими зенками говорил, что какая-то фирма представила в налоговую инспекцию какие-то огромнейшие деньги, точнее бумаги о них, то, что эти деньги имеются у этой фирмы, и вот эти деньги теперь надо как-то учитывать нашим налоговым органам. Когда показывали по телевидению эти кружки, которые символизировали количество денег, так вот этот кружок, который соответствовал этой фирме, он был вот таким огромным, не влезал ни в один экран, и диктор говорил, что это больше, чем совокупные доли каких-то других финансовых институтов, включая, может быть, даже самого государства. Ну, далее к любопытным новостям от РБК, авторы которого сегодня опубликовали традиционный рейтинг богатейших российских компаний, на основе информации, предоставленной самими компаниями Росстату и Федеральной налоговой службе. С ремаркой о том, что одну из таковых в свой перечень решили не включать. Речь о зарегистрированном в Энгельсе фонде социально-экономического развития регионов с альтернативным названием «Казна Творца Ра», у которого, согласно бумагам, поданным в ту же ФНС, накопилась на счетах более чем впечатляющая сумма. Без малого 870 миллиардов рублей. Вот тогда это было очень интересно, и они, естественно, пошли по следам этой фирмы, естественно, не нашли ее. Она же ведь тайная, эта фирма, такими деньгами владеет и прячется вместе с деньгами. Так, знаете, как Дональд Дак, она купается в них в этих деньгах, ну и прячет их там где-то под подушкой у себя. Это же маленькие, большая сумма, она же маленькая, вот такая. Это я шучу, в кавычках, конечно, говорю. Так вот, интересно, эта ситуация сегодня получила такое продолжение. Не знаю, насколько все это соответствует каким-то нормам, потому что я не знаю этого, это от меня далеко. Я могу только сказать, что вот есть, допустим, бумага, и что в ней написано, или нет этой бумаги. А дать какую-то оценку я не могу, потому что я не финансовый эксперт, и я вообще не знаком с этим законодательством, так ли это вообще или не так. Но вот показать ее я могу. Так вот, что сегодня интересного произошло? Владелец тех самых денег, это Александр Николаевич Парамонов, с которым мы беседовали на нашем канале на мировоззренческие темы. Я его представлял в эфире. Он относится к определенным международным финансовым институтам, как он сам заявляет, и как он сам отрекомендовался. И, естественно, большинство этих бумаг, которые характеризуют его именно в этом качестве, у меня они есть, международные бумаги. Так вот, что интересно. Сегодня он прислал мне копию документа, который официально отдал под роспись и под печать в Сберегательный банк Российской Федерации. Это требование. Требование, которое предъявляет к Сберегательному банку Российской Федерации Международное казначейство М1, которое возглавляет господин Парамонов. На своем экране вы видите этот документ. Он отправляется в ПАУ Сбербанк, адрес Московский, улица Вавилова, президенту, председателю управления Грефу Германовичу. Грефу Герману Оскаровичу. Оскаровичу. Пофигу, абсолютно. Так вот, вот этому человеку отправляется вот это требование. Где изложена соответствующая позиция указанного предприятия, предприятия Международное казначейство М1. Даны все его реквизиты. В верхней части вы видите номера. В нижней части документа вы видите печать и казначейства, и того, кто принял документ. Документ принят ПАУ Сбербанк 26.05.2020. То есть сегодня в Саратовском отделении подпись стоит, документ принят, QR-код стоит. Нет никаких оснований считать, что этот документ липовый. Значит, в нем те претензии, которые содержатся, они должны быть как-то обоснованы. И раз он, этот документ подан и принят Сбербанком, Саратовским отделением, значит, он достаточно легитимный документ. И, скорее всего, по нему будут приняты какие-то меры. Либо его удовлетворят, либо его исполнять откажутся, ну, либо какие-то другие меры, я не знаю. Тут финансовый, обычный финансовый, обычный финансовый документ, который, очевидно, будет рассматриваться в русле финансово-экономического законодательства. Разговор в нем идет о 52-х, раз, два, три, это миллиарды евро. 52,8 миллиарда евро. Они расположены в Паузбербанк, указаны номера счетов, их можно прочесть. Данные активы, это деньги, были поставлены на баланс международного казначейства М1. Дальше идут обоснования разнообразные, кто интересуется, может их посмотреть. Меня здесь лично заинтересовала еще одна сумма, потому что в ней очень много нулей. Я таких цифр в финансовом плане не видел никогда и даже не слышал. Номер банковского счета 9128777AM, находящийся в Паузбербанк, с начальным балансом в размере... Дальше я просто буду считать. 1,173100 и дальше вот эти нули, нули, нули. Сейчас скажу, сколько нулей до запятой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. То есть это 30 нулей. Единица и 17 сотых умножить на 10 в 30 степени. Я не знаю, какое это число, может быть, это как раз то самое число, которое называется Google. Но вот оно такое большое, вы его видите на своих экранах. А, кстати, здесь подписано 100 септиллионов долларов США. Септиллионов. Ну, посмотрим, посмотрим. Очень интересно. Так что вот эти деньги, которые сейчас обозначены, они являются предметом вот этого требования, вот этой претензии. Как она там называется, сейчас я посмотрю еще раз, требованием. И суть вот этого требования, она состоит в том, в двух словах, что по международному законодательству, если кредитор кладет в банк сумму, превышающую все активы банка, а здесь сумма явно превышает, то такой кредитор становится владельцем банка, где лежат эти деньги. Ну, я думаю, что по нормальным таким понятиям это и правильно. Если в какой-то кучке моих денег больше, чем чьих бы то ни было во много раз, то, конечно, я хозяин этой кучки. Как по-другому-то? Так что подписанты этого требования требуют вот что. Настоящим требуем в течение пяти рабочих дней дать нам письменный ответ на настоящую претензию с указанием даты и времени встречи с нашими сотрудниками по вопросу авторизации счетов. Дальше еще какие-то слова, которые что-то обосновывают и какие-то последствия рассматривают. Сейчас вот на экране подпись, печать и различные данные по подписанту. И что интересно, вот эта вот информация о колоссальных деньгах, она ходит по миру уже давно. И то, что она в прошлом году каким-то образом вышла на центральные каналы, для меня это было сигналом, что под теми заявлениями, которые обычно произносятся в отношении колоссальных денег, есть какая-то подоплека. Я до сих пор не знаю, так это или не так, потому что не в моих возможностях это проверить. Но вот есть бумага, которая подписана, на которой стоит печать, которая принята соответствующим органам Сбербанка. И посмотрим через пять дней, что ответит Сбербанк. Вперед мы забегать не будем, потому что мы, как говорится, не заглядываем в таких ситуациях. Туда за грани волны. А вот все-таки порассуждать, пофантазировать можно. Вы представляете, если такие деньги реально где-то лежат. Вы представляете, сколько на них можно сделать добрых дел. Вот сейчас, в данный момент, Российская Федерация, как юридическое лицо, зарегистрирована в виде должника в американской торговой компании. А американская торговая компания, насколько я правильно помню, зарегистрирована в виде должника, по-моему, в Англии, на территории Англии. После того, как в 1933 году, в 1933 году, Америку, независимую Америку, некоторые товарищи, не будем называть их имена вообще, чтобы никаких подозрений не было. После того, как они снесли независимую Америку. В результате, после Великой Отечественной войны, которая, скорее всего, была сделана именно для этого, я, кстати, все никак не мог понять, что же такого в Великой Отечественной войне, вот такого внутреннего, в чем подоплека? То, что люди гибли, эта трагедия, это она легла на плечи простого народа. Простой народ ее вынес честью, и это слава простого народа. А вот что там делали эти подковерные черви, которые столкнули колоссальные массы, которые в результате, кто убежал в Антарктиду, кто убежал в Аргентину, кто остался жить у нас в Советском Союзе, а кто убежал и на Ближний Восток куда-то. Так вот, есть подозрение, что тогда одной из целей, одной из целей были моменты перевода России и Америки в состояние из свободного в состояние должника. В состоянии должника все государство, включая весь его народ, является, точнее, становится после регистрации бесправым, с которым можно делать все, что угодно. Так гласит международное морское право, на основании которого и строится общение между всеми государствами, а также между государствами и отдельными людьми. Но это уже другая тема. Мы пока следим за этим письмом, мы следим за его судьбой, посмотрим, что Сбербанк ответит. Может быть, это канет в лету, а может быть, это даст какой-то эффект. Может быть, завтра, послезавтра на днях мы станем свидетелями какого-то полезного действия. Может быть, Сбербанк даст нам каждому по пять копеек и скажет, ребята, радуйтесь.